Добрый день! Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Что-то у вас так повыше голову сделайте, вот так, чтобы видно было. Ну я вам скинул какие-то данные, а это Татьяна Прокопина так и не нашел нигде. У меня пожар был в доме до этого, ну лет 10 назад уже. И у меня много архива сгорело, поэтому я не мог найти ее адрес. В общем, меня записали, мои данные, и сказали, вызовем. Да, я слышал, слышал. Поднимите голову, голову поднимите кверху, кверху. Нет, еще выше, еще выше. Прямо совсем неладно. Вам не видно? Сами себя вы не видите? Вижу, отлично. У вас сверху головы пространство, а внизу отрезает. Поднимите, чтобы кверху. Вот так. Так не уходите, вот так и сидите. А это же ручной телефон это. Я понимаю, вы все-таки придерживаете, а то я разговариваю с одним платком. В общем, вы это сказали, что я им скажу, чтобы всех сотрудников нашли, телефоны дали. А тогда я уже вам отправлю. Да, потому что это 87-й год был. Еще это добавить. В 87-м году, когда я освободился, вышел указ в президиуме Верховного Совета СССР о помиловании, о реабилитации придет только в 92-м. У нас в политзакрещенных было 210 человек во всем Советском Союзе. Одновременно всех освободили. Игнатий Тихонович, у меня подруга есть, она живет в Волгограде. Муж у нее умер. Я ей говорю, что ты делаешь? А он, говорит, крещеный был, хоть и татарин. Но, говорит, это, в церковь не могу идти. А вот 40 дней будет 29-го января. Вот что делать? А что делать-то? Дверь закрыта. По делам Бог будет судить. По делам. И поэтому, это 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. И Бог говорит... А вот за упокой, вот за это все не надо уже сейчас, да, уже... Ну, а еще, если он не верил, это не... Написано 3 глава, 36 стих Евангелия Атьяна. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Не потому, что Бог там злой или что. Это принцип Божий, его свойства. Ничто не чистое, говорит, не войдет в царство небеза. Никто не переданный мерзостей лжи. А один спрашивает, вот такой архимандрит есть, Юрасов Амброси. Он в Иваново. Ну, говорит, она пришла, говорит, у меня папа умер. Но он был коммунист, Бога не признавал. Как его помянуть? Так он еще Ленину верил? Ну, да. Ну, говорит, у нас там памятник на площади. Гроб поднесите и стукните с одной стороны по памятнику. Гробом. Гробом стукните. Ну, и все больше еще сказать. Ясно. И у нас интересно тут. Один еще не признавал. А у гроба охота сидеть. Ну, и сосед пришел. Ну, и заснул папироса, то упало. Едва потушили, мертвец-то сгорел. А, вот так вот. Это уже ад на земле. Нет, не надо Бога дурить, обманывать. Вот как есть, так и есть. Вот и все. И апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам, пятая глава, десятый стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы получить соответственно тому, что он делал в теле, живя в теле, доброе или худое. Он в теле жил, а его уже нет. Это только оболочка осталась. Одежда. Одежда тело прикрывает, а вот это тело прикрывает душу. Душа ушла на отсчет. Поэтому это тело, разницы нет, где оно будет. Лишь бы только мы не заповедовали кремировать. У нас это не положено. Этого нельзя делать. Церковь это запрещает. Написано, в прах ты и в прах возвратишься. В прах, но не в огонь. Ну, все так-то вроде, все ясно. Вы со мной ролики не выставляете. Не думай даже и говорить. Слушай внимательно, обязательно выставим. Соглашайся по-хорошему. А то разговариваю. Даешь согласие? Нет, я просто ваше поручение делаю за счет этого. Ну, и сейчас все увидят и скажут, какая женщина добрая. Заботится. Я не могу. Вы живете в Казахстане. Вы мне помогаете. Давай согласие по-хорошему. Лучше не надо. Нет, ты говори. Говори, что разрешаешь. А то я беседовать не буду больше с вами. Я не буду это. А мне это... Мне ваш телефон не надо это самое записать? Что телефон вам отправить потом? Нет, а вы прямо сюда выйдете и все. Ну, если можете, запишите мой телефон. Я скажу вам. Я не боюсь. Скажу в интернете его. Мы можете зайти в моем мире. И вот здесь я разговариваю под скайпом написать. Разницы нету. А так еще долго. Я по телефону больше двух минут нельзя говорить. Вредно. Это вредно. Мозги спекаются. Поэтому вы мне лучше напишите. Я вам скажу телефон. Вы узнаете 8, 9... А я на скайп напишу. Вы же читаете? Ладно, я напишу. Все. Так, давай согласие на выставление ролика. По-хорошему. Лучше не надо. Лучше соглашайся. Ну, это... Марат Хан, ты, который я давал-то, послушала, как она говорит? Да, да. Здорово? Ну, она не казашка. Я знаю, я знаю. Она там это... Карачаево-Черкесия. Да, да, да. Ну, здорово она говорит. Здорово говорит. Она на меня похожа, да? Да, я почему вам и сказал посмотреть. Она говорит, посмотрите на нас, говорит. И нас, говорит, останавливают. Куда? Ну, она режет правду матку в глаза. А у Михайловича фамилия-то русская фамилия. Видно, за мужиком-то была, за русским. Да, да. Видимо, так. А я вам давал телефон... Приехать с седьмого с мужем или без, я не знаю, посмотрим. Мы договоримся. Договоримся. Так, теперь я вопрос задаю вам. Вот прошу... Я вам высылал наших там, которые около Алматы, где живут-то, вы получили? А вы не навысылали? Я высылал вам здесь телефоны их. Да, нет, тут не получилось. Ну, вы проверьте, проверьте, они стоят. Вы просто смотрели, не внимательно. Повыше поднимите, в ленте в этой. Я дал вам там два телефона, два. Хорошо. Которые наши люди там живут в Казахстане-то. И вы там... Поедут они, тогда вы с ними, может быть, прицепитесь. Ага, хорошо. Ладно, ладно. Давай согласен на то, что выставить-то. Нет. Игнати, тихо, мы там с вами так беседуем про свое только-то. Вот, а про свое. Люди-то, понимаете, даже не знаешь, на чем люди получают пользу-то. Я вот выставил, как я хожу тут за собаками на улице, за голубями, а там столько отзывов, ой, как хорошо. Наш ребенок полюбил и голубей. Мы не знаем, где Господь. А вот такие, как вы, там увидят и скажут, смотри, как у них с русским человеком и какой мирный разговор, и помогают друг другу. Это очень полезный ролик. Это... вы напрасно. Давай по-хорошему. А то, смотри, то есть... Ну и слава Богу, лучше не надо. Ну вот видите как. А то сейчас отойдете, у вас что-то уже не ладно. Да пропадает, Бог. Ну, что-то задерживает. Давай по-хорошему, говори, согласна. Вот, я тебе говорю, это полезное все, полезное. Мы говорим по-хорошему. Пуск попадает. Что-то заклинивает, давай, а то сейчас отходи. Ага, да. Согласна? Давай по-хорошему. Согласна? Говори, что я согласна и благословляю, чтобы люди получили пользу. У нас разговор-то полезный. Я еще свяжусь с вами. Но вы говорите, что согласны и отойдете. А, ладно. Ну, спаси, Христос. Я помню вас. И когда вас там вызовут, вы им расскажите, скажите, что эти люди хорошие. Хорошие люди. Нам нужно... Мне они нужны отблагодарить. У меня такое чувство. Я всех людей нахожу в других городах, когда кто-то мне сделал. Лет 50 назад я их всех нашел, отблагодарил. Мне Бог дал это чувство. Это благодать Божия. Ну, ладно. Ну, вот так. До свидания. Все, до свидания. С Богом. Спасибо.